Просто никто не ожидал, блядь, вот кто нахуй мог, блядь, ожидать в принципе, что вот выходит фильм, блядь, про Джеймса Бонда, нахуй, это франшиза, которая в конце 50-х началась, длилась, блядь, пизда, сколько времени, ебашила, собирала кассу, охуенно, блядь, ни один фильм не проваливался, по сути, кроме вот этих неканон, неканоничных, блядь, по типу, никогда не говори никогда, но это не считается, как бы, и, как бы они такие, блядь, а что одновременно с нами выходит, Бэтмен, это про комиксы для детей, да хуй с ним, блядь, нахуй, Бэтмена, его маму ебал, что он сделает, блядь, Бэтмен, а просто, ну, до 1989 года я никому в голову не могу прийти, что фильм по комиксам, блядь, может окупиться, в принципе, в прокате, вот это бред, это еще какое-то время после Бертоновских Бэтменов будет невозможным, потому что они еще успех Бэтмена будут пытаться повторить, не только с Бэтменом, как бы, и будет, как бы, получаться лютая лажа, значит, а то, блядь, как бы, выхода первой части Бэтмена, это вообще было немыслимо, блядь, какие в пизду комиксы еще ебнутые, и при этом это Тим Бертон, как бы, то есть, чувак, который сделал Битл Джуса, делает боевик по комиксам с актером, который играл Битл Джуса в роли, блядь, Бэтмена, и все ожидали, что это будет какая-то хуйня по типу вот старых фильмов про Бэтмена, которые на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Бэтмен, то есть, вот, как бы, ну, чакарон-макарон, короче, сплошной, то есть, ожидали чего-то в этом роде, и поэтому, ну, конечно, запустим Джеймса Бонда одновременно, потому что, во-первых, это два совершенно разных фильма будет, детский бэтмен и джеймс бонд для настоящих гигачатов на блять про месть тем более то есть он особо жесткий джеймс значит и как бы во первых они не будут конкурировать как бы прямо вот один к одному а во вторых если уж они будут конкурировать то джеймс бонд то затащит понятно это это же очевидно мысли бы чтобы было не так в итоге бэтмен выебал блять этого джеймса бонда просто в ноль там без права на реабилитацию тимати далтон потерял эту роль навсегда хотя хотя отлично сыграл и фильм был пиздатый но просто бэтмен оказался круче и бертон оказался не пальцем деланный оказалось что бертон реально магет то есть просто взял блять воплотил комиксы ни разу их не читая блять бертон ненавидит комикса чтобы вы понимали бертон относится комиксом примерно так же как марк волберг относится к компьютерным играм плюс в чат если понимаете эту отсылку зато бертон очень индийское кино нравится блять то есть не ожидал что он реально блять что-то что-то сделает хотя он сделал